Если мы сегодня выйдем из пляда красные... Вы посмотрите на это, даже страшно. Ты что-то... И они, если мы с ними разменемся, домой попасть не смогут. Это 18 долларов, 21 цент. Мы заплатили 28 долларов. Это что-то попакивает пиздежом. А куда мои красотулики идут? Мы идем на пляж. Я уже не знаю, что я не думала поспать. Посмотрите на эти виды. Это просто вообще горы. Сегодня, кстати, было меньше еды. Уже вареные яйца. Тоже типа сосиска, сыр, овощи. Также молоко. Еще была какая-то молочная каша. Мы не попробовали. Сейчас мы идем на пляж. Вот туда вот, морька-морька. Мы решили, что... У нас скоро уже заканчивается отпуск. А мы еще достаточно не загорели. Поэтому, если мы сегодня выйдем с пляжа красные, то... Будем морковочки, так надо сказать. Нас вчера... Вот этих вот мест, где типа муниципальный пляж, где шезлонги. Нас вчера оттуда... Ну как, не прогнали. Нам сказали, что это платные... Как-то они сказали джеты или что-то такое. Мы сказали, окей, мы типа сейчас уйдем. Но подошли не какие-то там, я не знаю, в специальной форме, с лицензией. А просто парни в футболке с пепси. Они в ресторане работают. Короче, не знаю. Возможно, это от вот этой вот кафешки. Возможно, туда дальше есть. Потому что есть вот эти вот бесплатные шезлонги. Но тут вот они платные. Мы просто сказали, что хорошо. Мы уйдем и все. Мы пошли вот к морю. Там был пенечек от... От чего? От дерева. Нет, не от дерева, а от зонтика. Вот. И все. И мы там уже долежали и пошли домой. Поэтому вот, чтобы вы знали, что все-таки они не бесплатные. Но видите, мы утро все пролежали. Никто к нам не подошел. Поэтому тут надо смотреть. Ну, как бы можно полежать, если вам хочется. Скажут, уйти. Как бы либо заплатите, либо уходите. Но никто там, если что, вам ничего не поругает. Ничего не будет. Поэтому вот. А мы уже пришли на морю. Ой, сегодня такая вот этот, как по штиль. Ну, почти. Маленький-маленький, вон. Очень жарко. Мама говорит, да ладно, что ты боишься, маленький паучок? Маленький паучок. Вы посмотрите на это, это же страшно. Ужас. Здесь, пожалуй, больше не сняла. Ужас. А мы купаемся в бассейне, потому что очень жарко. И ждем обед. У нас сегодня на обед вот такое вот кашка. Ну, как всегда, я печенку делала, салаты, супчик какой-то. Вот она, картошка, макароны тоже салат. Мама, овощи. Вот. Еще компоти. Приятного нам аппетита. Обзор на рахатуку. Мы, короче, поставили их в холодильник, но подморозилась. И стало вкуснее. Какой ты хочешь попробовать? Красную. Кушай. А, это же тоже водка с бумажкой. Вкусно? Тут прям типа какой-то крем. Дайте мне шоколадную. Тут есть два разных шоколада. У меня мои желтки пошли на пляж. А я осталась дома, потому что думала, что подплюю. Я как-то себя не очень чувствовала. Вот. Но решила, что что-то мне не хочется лежать дома. Поэтому иду сейчас к ним. Надеюсь, они лежат примерно где-то там, где мы всегда лежим. Я смогу их найти, потому что ключи у меня. И они, если мы с ними разменемся, домой попасть не смогут. И я потеряюсь. Но взяла с собой очки, на всякий случай, если вдруг не смогу их разглядеть. Я шла на пляж, нашла своих лягушат. Вот. Зашла еще по дороге в магазины. Посмотрела различные сувенирчики. Вот. Прикольно одной прогуляться по городу. Может быть, еще потом как-нибудь прогуляюсь. Зайду во все магазины. Потому что, когда с семьей, это невозможно сделать. У нас, кажется, сегодня будет на ужин шаштычок. Это у нас на ужин красота такая, да, будет сегодня? Класс. Такие вот. Вкуснятина. Мясо. А мы, короче, видимо, немножко подгорели. И у меня прям так пекут руки. Вот именно внешняя таловая сторона. Прямо жесть. Не могу вообще ходить с криками руками. Прямо очень плечо. Хорошо. Кондиционер. Прекрасно. Пришли на ужин. Платон ушел. Потому что что-то ему стало плоховато. Вот мы сидим, ждем. Этот, чтобы не опознать. Надо ему. Самый голодный. Такой вот у нас ужин сегодня. Картошка у Платона. Мясо. Сегодня набрели. Вот. Снова приятного нам аппетита. Такой вот вечерний вайп. Стренишка. Хорошая слуха. Спасибо. Стреничка. Красиво. У нас, как обычно, такой вот завтрак. Сегодня. Мама тоже яичка. Очень вкусная каша. И мама говорит, что-то вкусные. Вот эти вот штучки. Волоного теста. Они с чем? С сыром, да? С сыром. Вот. Мы сегодня с Платошей утром никуда не пошли. Мама пошла на пляж. Мы еле встали на завтрак. К восьми часам. Вот. И просто лежим, валяемся в номере. Потому что что-то... Не знаю, то ли нам... Не то, чтобы надоело. Просто что-то мы как-то себя чувствуем. Не знаю. Может быть, перегрелись на солнце. Или перекупались. Ну, короче, что-то нам не хочется. Возможно, еще поспим. И потом пойдем в бассейн у нас тут поплаваем. Вот. Пришли на обед. Я взяла пока себе только суп и арбуз, если что, поем. Там еще макароны есть и наггетс, если что. Потом пойду. Возьму себя. Хочу сказать, что мне так нравится здесь... Не слышите? Атмосфера. Ты когда сюда приезжаешь, Тебя не оставляет. То есть не так, что ты заселился и все. Типа, как хочешь, так и дальше тут живи. К тебе подходят с тобой разговаривать. Спрашивают, все ли хорошо, все ли в порядке. Как дела? Как настроение? То есть настолько вот эта вот дружелюбная, приятная атмосфера. Настолько гостеприимна, Что, ну, если у тебя какая-то будет проблема, Тебе что-то не нравится, Ты можешь просто пойти, Сказать об этом, поговорить и все. Все решат, все решится. Поэтому, да, это местечко однозначно оставит огромный след в нашем сердце, и мы явно вернемся сюда еще раз. Потому что, во-первых, это красота какая сейчас. Фокус. Просто сидишь, кушаешь таким видом, в такой приятной атмосфере, что может быть еще лучше. Я сейчас сижу в такой красивой чил-зоне, монтирую влог первый с полета, и вот с таким шикарным видом. Блин, ну это очень круто. И пошла после обеда в номер, просто решила посидеть, немножко помонтировать с таким видом. Все-таки я долго не смогла сидеть, потому что жарко очень, и уже пришла. Блин, ну вот посмотрите. Вам это видно? Кстати, номер комнаты у нас 25-й. Приятно заходить. Это есть кондитер-монер. Это я. Всем хеллоу. Такая вот дева красненькая. Пришли поплавать у бассейна, потому что на море мы сегодня что-то не хотим идти, но жарко, хочется как-то освежиться. Да, он надел кепку. Вот, поэтому сейчас поплаваем, полежим на шезлонгах. И тут я влог монтирую с перелета. Тут как раз мой файл лучше ловит, поэтому вот. Так же это еще подъемная съемка. Подъемная, подъемная, подводная съемка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то мы поняли, что не наелись. И у нас недалеко, прямо возле дома, кафешка. Кафе Берто называется. Вот, сейчас туда идем. Почти пришли, посмотрим, чего тут. По сценам, по вкусу. Вход? Сейчас узнаем. Вот она. Ищем вход. А, не вход? Не знаю. Нет, там уже нет входа. Странно, может закрыто? Наверное, закрыто. Да. Блин. Вот и поели. А что за закрыто, интересно? Непонятно. Вот и поели. В итоге остановились мы в русско-турецкой кафешке, которая просто как, я не знаю, по судьбе. Мы когда шли на полудитый пляж, я вам про нее рассказывала и показывала, что, скорее всего, мы сюда зайдем. Ну, вот так и получилось. Сейчас вот смотрим меню. Есть пиццы. Разные. Вот, чуть-чуть пиде. Прикольно звучит. Пиде с мясом. Смотри, какие прикольные, мам. Может, мы возьмем на двоих какую-то такую вот, типа, пиде? Сыром я хочу. Пиде с мясом и сыром есть. Тут сорок. А вот это что? Это пиде с яйцом и сыром. Ну, тут написано. А это? А, это то же самое получается. А, и тут еще вот обычная пицца есть. Но они подороже. Вот, я бы взяла, наверное, да, пиде с мясом и сыром. Вот, я хочу вот это вот. Давай однушку. Потому что такая здоровая. С картошкой. С картошкой, да? Да, с картошкой. С картошкой. С картошкой. Потому что так очень жарко. Очень кажется, что мы сами пишут. А, они очень жарко. Это руско-турецкая кафешка. Можно, кстати, посмотреть адрес по QR-коду. Такие вот цены. Сейчас не могу развернуть. Что-то пошло не так. Это все в лирах указана цена. Тут еще вот десерты. Мы решили взять вот такой вот пиде с мясом и сыром. И я еще возьму медовик. Вот. Когда умылся освежающей водичкой. Ой, не могу. Ой. П público это не то, как раз. Что-то несут, а мне медовик. Спасибо. Мы не работаем уже сегодня. Очень жаль. Медовик очень вкусный, очень нежный, просто посмотрите на это. Он прям... Сейчас. Он прям вот вообще... А, ладно, я застряла, но он, короче, прям нежный-нежный, пропитанный очень. Попробуем принести картошку и бургер. Так, давай, пробуем. Что, не попалась картошка-корсета? Писалось хоть есть. Писалось. Нормально? Писалось. Понятно. Бургер, знаете, лучше не брать. Так, нам принесли наши пиде. Вот такой, просто, смотрите, просто, с такой размером. Вот, и с к нему салатик. Вот. Бургер в итоге мы все-таки не оценили. Ну, он такой, именно, с каким-то таким крепким привкусом. Но мне в целом понравился. Бургер не очень зашел. И у нас вышло повышается 28 долларов 82 цента за все. Мы поели, идем, сейчас возьмем вещи и пойдем на пляж. Короче, что могу сказать. Мне понравился очень сильно медовик. Медовик вкусный. У брата был гамбургер. И картошка, картошка неплохая. Бургер, он такой, немножко, как бы, знаете, с турецким привкусом. Мне в целом он, типа, ок. Брату не понравился. И мы брали, забыла, как это называется, пиде, пите, что-то такое. Вот, в целом тоже вкусно, но тоже вот с турецкими мотивами. Вот, в целом тоже ок. И у нас, а, еще пиво, мама брала. И у нас получилось за все вместе 28 или 29 долларов. Ну, сами порассудите, ок для вас это или не ок. Но, ну, что-то как-то нам не очень понравилось. Поэтому, не знаю, но мы явно туда не пойдем. А вы для себя уже решайте. Поделитесь, как вам. 3000 рублей за такое говно. Ну, I'm sorry. Латош. Согласен. Я бы не сказала, что говно, но решайте сами. Мне кажется, он туристов нас живает. Ок. Решайте сами для себя. Оп вам платить вся такую стоимость. Ну, оно не стоит того. Ну, реально. Ну, да. Очень вкусно. Мне нравится больше вот питание у нас. Гунал-бутик отели. Самое вкусное. Просто мы не поели нормально в обед, и все. Ну, да. Или не сходим. Вот так. В общем, оказалось, что мы поели на 490 лир. Это 18 долларов 21 цент. Мы заплатили 28 долларов. Нам сказали, что у них свой курс. Но, по-моему, 10 долларов наценка. Это что-то попахивает пиздежом, ребята. Так что... Ну, просто, знаете, если что, будьте осторожны. Пиздежом. 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 И мы shoes.